Всем привет, с вами Андрей Сонар, и сейчас я представляю вашему вниманию мастер-класс по полевому ремонту плавсредств от Андрея Сонара. В нем вы увидите, как чинить лодку на воде, как устанавливать дополнительную фурнитуру и даже сложную переустановку клапана. Погнали! Это сферический конь в вакууме, можно сказать, что лодка. Что-то давно, участок не косил. Да ну нафиг, испортил триммер. О, вот эту имитацию лодки. Кстати, эта имитация лодки сделана из того же материала, из которого делают большинство наших лодок и байдарок. ПВХ 850. И, как видите, триммер ее не взял никак. Что ж, придется нанести повреждения другими методами. Ну вот, плавали мы плавали и напоролись на что-то острое. Лодка пробита, воздух стремительно выходит. Что ж делать? Ну, это повреждение, не повреждение. Давайте мы его расширим. Для того, чтобы починить лодку, вам нужен ремкомплект, зажигалка или иной источник тепла. Ну и какой-нибудь твердый предмет. Но не эта его часть, а вот эта. Еще очень не помешает тряпочка, но я думаю, это добро у вас всегда с собой есть. Одежда тоже подойдет. Для начала очищаем место повреждения. Насухо, насухо вытираем. Если у вас есть ацетон или любой обезжириватель, конечно, будет лучше. Но если нет, то просто сухой тряпкой тщательно, вот так аж до разогрева, буквально, протираем место как минимум на 3 сантиметра вокруг пореза. Далее. В ремкомплекте всегда имеется клей и ткань. Воспользуемся режущими предметами и сделаем заплатку. Заплатка должна примерно на 2-3 сантиметра заходить за края пореза. Обратите внимание, заплатка не должна иметь острых углов. С любого острого угла заплатка начнет отклеиваться. А если она будет овальная или круглая, то не за что будет зацепиться и все будет прочно. Из тряпочки делаем импровизированную кисточку. Завязав на тряпичной ленточке узелочек. Открываем клей и выдавливаем его на нашу импровизированную кисточку. Наносим клей на склеиваемые поверхности и на заплатку. Можно вот так даже добавить. Содержащийся в клее ацетон является и обезжиривающим агентом. Так что он дополнительно обезжирит место склейки, если намазано действительно хорошо и жирно. После этого отдыхаем минут 10, ловим рыбу, пьем чай. После того, как клей подсох, можно нанести еще один слой клея, лишним не будет. И еще оставить минуточек на 5 подсыхать на ветру. Вот смотрите, это даже можно выполнить пальцами. Когда склеиваемые поверхности готовы для склеивания, они друг к другу перестают липнуть. Чтобы склеивание произошло, клей нужно термически активировать. Это можно сделать с помощью любого нагреваемого предмета. Вы можете развести костер, вскипятить котелок воды и этим котелочком притирать. Хороший, кстати, метод. Или кружкой. Но самый простой метод, хотя не самый такой надежный, но рабочий. Это с помощью зажигалки открытым пламенем. При этом нужно соблюдать осторожность. Проверяем, как она греет. И начинаем быстрыми движениями прогревать всю площадь нашей заплатки. Обязательно прогрейте и саму лодку. Теперь прикладываем прогретую заплатку на место. Тщательно расправляем, прижимаем. И быстро притираем твердым, тупым предметом. Очень-очень сильно. От силы притирания зависит прочность склеивания. И оставляем сушиться хотя бы на полчасика. Ну вот, наше плавсредство готово к дальнейшим приключениям. Заплатка стоит достаточно прочно. Конечно, если делать в подготовленных условиях, надежность клеевого соединения будет выше. Но для того, чтобы продолжить путь после аварии, этого вполне достаточно. Давайте теперь покажу, как устанавливать элементы фурнитуры на вашу лодку. Элементы фурнитуры по своей сути это те же самые заплатки. Вот, например, колечко. Мы его установим сюда. Тем более, что здесь еще одна пробоина ножом. Давайте тогда мы поставим колечко и заодно загерметизируем это отверстие. Потому что любая фурнитура, она также еще работает, как заплатки. То есть, если у вас какое-то повреждение, вы можете не просто заплатку ставить, а, допустим, кольцо. Это будет функционально и изящно. Установку всех элементов фурнитуры нужно делать на полностью надутой лодке. Экстренный вариант, когда все мазалось запасом, жирно, здесь уже не подходит. Здесь надо, чтобы было все красиво. Поэтому накладываем элемент фурнитуры, куда мы хотим. Обводим ручкой. Желательно, чтобы эта ручка была с серебряной пастой. Тогда она очень легко смывается. Мажем элемент фурнитуры. Обильно мажем. Не чтоб текло, но чтобы было вот жирненько. Намазываем ответную часть на лодке. Это легко сделать тонкой кисточкой. Но я сейчас сделаю вот этой импровизированной кистью. Допустимо чуть-чуть, буквально на 1 мм перемазать. Это нужно для того, чтобы именно не было вот этого вот начального непроклея, который у самых краев возникает. В общем, намазали. Выжидаем минуточек 5-10. Чем температура воздуха выше, и если присутствует какое-то движение воздушных масс, ветер, тем просушка идет быстрее. Сейчас ветер, тепло, и я думаю, хватит 5 минут. Будем клеить фурнитуру. Дальше не придумал ничего. Проверка, подсох клей или нет, очень проста. Детали не должны друг к другу липнуть. Как только этот момент настал, можно приступать непосредственно к склеиванию. Ну, на этот раз я жульничаю и возьму обычный фен, потому что условия, в которых клеится фурнитура, все-таки не должны быть полевыми. Фен, если это обычный домашний фен, ставится на максимальный нагрев. Если это строительный фен, то на средненький нагрев. Температура контролируется вот так пальцами. Должно быть горячо, но не обжигать. И вот с такого расстояния, контролируя вот так вот пальчиком дополнительно, мы прогреваем деталь. Клей должен слегка заблестеть. Саму лодку. Тоже контролируем пальчиком. Должно быть так, горячевато, пальчик хочется отдернуть, но не обжигает. Сразу заодно опять детальку погрели. Здесь погрели. Строительный фен греет гораздо быстрее, и нужно буквально несколько секунд. После этого аккуратно в нужное место прикладываем деталь. Сначала расправляем пальцами, чтобы не было никаких складок, пустот. И с максимальной тщательностью прокатываем все неровности. Учтите, фурнитура имеет неровности, там в ней есть еще дополнительный слой. И надо прокатывать так, чтобы вот каждый рельефчик этого дополнительного слоя был прожат, прокатан. Появился он тут рельефчик. Видно, появляется. Очень важно вот эти места протереть, там где вшита стропа. Максимально сильная. Лодка у вас должна при этом быть хорошо накачана. Здесь уже просто часть воздуха через вот эту пробоину вышла, и поэтому она мягковата. Конечно, лучше накачать ее, как говорится, до звона. Нужно еще в процессе вот так аккуратно, тоже контролируя температуру, погреть. Для термоактивации клея большой температуры не нужно. Достаточно где-то градусов 50. Но деталь должна быть прогрета равномерно. Вот в полевом ремонте зажигалкой равномерно, к сожалению, прогреть невозможно. Поэтому там местами, местами клей может быть не до конца активирован. И поэтому такого рода заплатку можно относить именно к временному. А вот когда вы уже клеите деталь в домашних условиях, то тут уже все должно получиться хорошо. Прогревать надо качественно. И тогда ваша приклеенная деталь будет держаться прочно и не оторвется в процессе эксплуатации. Готово! Вот я только что приклеил и все. Она уже держится. Примерно 80% прочности уже достигнуто. Если клей как вот такой с горячим отверждением. Если клей холодного отверждения, то нужно, конечно, несколько часиков подождать. Ну и третья часть на сегодня. Давайте поменяем клапан Голубева. Клапан Голубева штука весьма надежная. Что может с ней произойти? В основном это поломка штока. Вот этой детали, которая торчит из самого клапана. И если вы не усмотрели, не закрыли защитной крышечкой клапан, то вы этот клапан можете вот так вот сломать, отломив этот шток. И клапан будет не работоспособен. Значит, его нужно будет сменить. Как это делается? В ремкомплекте имеется ключик. В ключике имеются отверстия, куда можно вот так вот продеть отвертку и достаточно резким усилием страгивающим стронуть этот клапан, после чего просто его вывернуть. Если, мало ли, ключика у вас нет, вы можете взять две отвертки, ставить одну отвертку сюда, другую в противоположную сторону, дальше сделать вот так вот их крест-накрест и вывернуть и вывернуть клапан. Смотрите, как устроен клапан. Есть его сама верхняя часть клапанная, а внутри при изготовлении баллона вставляется корзиночка. Корзиночка остается внутри, ее менять не нужно. Она, конечно, может сломаться, но это очень редкий случай, и я потом покажу, что делать, если корзинка сломается и нужно ее поменять. После того, как клапан мы стронули, можно выпустить из изделия весь воздух. Для чего это нужно? Для того, чтобы поймать корзинку. Если прямо сразу на надутом изделии начать выкручивать клапан полностью, то корзинка выпадет куда-то внутрь, и ее надо будет долго-долго там вслепую вылавливать, чтобы потом совместить. Так что лучше всего вот так вот делаем. Выдавливаем весь воздух и делаем так, чтобы этот клапан, а именно его корзинка, оперлась вот в сложенном состоянии на поверхность. Клапан уже лег на землю, после этого его вывинчиваем. Берем новый клапан, прицеливаемся в корзиночку, заворачиваем его, после этого обязательно нужно изделие накачать заново и еще раз протянуть. Когда изделие накачано, клапан там фиксируется лучше и можно дотянуть сильнее ключом. Поэтому обязательно дотягиваем после того, как поменяли клапан и накачали. А вот что делать, если произошел исчезающий редкий случай, когда сломана сама нижняя часть, корзинка? Обратите внимание на то, что корзинка в это отверстие не пройдет. Что же делать? Вот вы имеете новый клапан. Вот его корзинка. Для начала берете корзиночку, прикладываете аккуратно к отверстию и даже неполными штрихами обводите контур самого большого диаметра корзиночки. После этого ножницами делаете крестообразный разрез до вот этих нарисованных вами линий. И вуаля, корзиночка извлечена. Ну, если корзинка раскололась, то достаем оттуда ее фрагменты, берем новую корзиночку и вот в эти же самые разрезы проталкиваем корзинку внутрь. А далее начинается самое интересное. Берем из ремкомплекта ткань, вырезаем из него аккуратный, не такой, как у меня, кружочек, диаметр которого должен где-то на 2 сантиметра быть больше, чем вот наши вот эти крестообразные разрезы. После этого прикидываем внутренний диаметр клапана по резьбе. Это примерно вот так. Рисуем центр, рисуем окружность, после чего вырезаем эту самую окружность. Дальше нашу деталь укладываете на отверстие с крестообразным разрезом от клапана, обводите аккуратно, а далее и саму деталечку, и вашу лодку, там, где находится крестообразное отверстие, обильно смазываем клеем. И оставляем на просушку на 5-10 минуточек. Ну вот, клей подсох, и сейчас будем склеивать. Точно так же, как мы приклеивали колечко, или как ставили заплатку. конечно, лучше всего было бы четко снять диаметр вот этого отверстия, сделав шаблончик, и потом точно такое же отверстие вырезать в нашей детальке. Но я тут на пару миллиметров промахнулся, что не очень хорошо, но не особо критично. Лучше, конечно, сделать все точно. Ну вот, теперь ловим корзиночку. Куда она у нас там? Далеко же не убежала. Вот она. Совмещаем, куда надо. И вворачиваем клапан. Если все сделать правильно, а не как у меня в таких полупоходных условиях, то это будет эстетично, красиво и прочно. вот слышно, что воздух проходит. Это потому, что клапан не затянут. Надуваем изделие обязательно. После чего тщательно затягиваем клапан. Вот и все. Течь воздуха прекратилась. И изделие можно спокойно эксплуатировать дальше. Ну и последний завершающий этап. Берем тряпочку, 646-й растворитель и очищаем вот эту поверхность от мазков клея и штрихов, нанесенных ручкой. Да, лодки из ТПУ клеятся точно так же, только нужно клея всегда мазать два раза с просушкой и не использовать ацетон для обезжиривания, потому что ацетон, когда он в обильных количествах, он разрушает ТПУ полностью. Надеюсь, это видео поможет вам в полевом или плановом ремонте лодки, а также в ее усовершенствовании. С вами был Андрей Сонар, всем пока!